Привет, я Марина, и это видео о паспортах. Да, именно, о паспортах. Недавно, в путешествии, мы общались с друзьями из разных стран, и одной компанией вдруг что-то заговорили о паспортах, и стало интересно, у кого самый лучший паспорт для посещения стран мира. Сколько у нас сейчас? 193 страны в мире. И вот какое интересное количество стран у самого лучшего паспорта, и кто этот счастливчик? С тех пор эта тема возникала вновь и вновь, и я решила порыться в интернете, узнать, какие же паспорта самые лучшие с точки зрения путешествий. Вся пятерка находится в Европе. Спойлер, но... Паспорт США и Канады входят в лучшую паспорт в Австралии, Новая Геладия. Неплохие паспорта, но все же, тем не менее, они уступают европейским паспортам. У них довольно-таки похожее количество стран для посещения, но у каждой есть свои какие-то привилегии. Маленькие фокусики, которые каждая страна может... Гражданин каждой страны может себе позволить приватку в какую-либо страну. Итак, пятерка лучших паспортов для путешествий. На пятом месте у нас располагается Дания. Дания у нас может посетить 172 страна. 172 страны. На четвертом месте находится Люксембург. У Люксембурга тоже 172 страны на данный момент. На третьем месте располагается United Kingdom, Соединенное Королевство Великобритании. Но у них есть небольшой минусик, так как они не входят в Шенген. Им постоянно нужно вилять своим паспортом. Вилять своим паспортом! Виляйте своим паспортом! На здоровье! У некоторых странах Восточной Европы с паспортом гражданина Великобритании нужно поставить визу по приезду. На втором месте страна из Шенгена, Шенгенская зона. Это Швеция. Довольно стабильная страна. Из 173 страны для посещения Швеции есть. На первом месте... Как вы думаете, кто? На первом месте Финляндия. Финляндия, наши соседи. Для меня это казалось удивительным фактом, но вообще, если подумать, да, действительно, страна стабильная, все у них хорошо, они в Шенгенской зоне. 173 страны для посещения имеется в списке. И даже, даже, даже имеется Индия. Индия, которая как раз сложная для въезда практически России и Китая. Кстати, ни одна из перечисленных стран из пятерки не может попасть в Италию на Россию. Так что самым лучшим паспортом является Финляндия. Финляндия, финский гражданин может путешествовать по миру, ну, с меньшими, с самыми маленькими ограничениями из всех граждан мира. Россия, наша добрая Россия, старая добрая Россия, матушка, имеет 95 стран в списке посещаемых без визы. Занимает она на 44-е, по-моему, на сейчас на месте. Или 45-е. Ну, для того, чтобы не сильно расстраиваться, я решила посмотреть топ самых худших паспортов для посещения. В топ входят Палестина, Сомали, Пакистан, Ирак и самый худший паспорт Афганистан. Ну, стоят только сочетствие путешественников этих стран, потому что нужно, можно посещать только по 30 стран. Чуточку ехать встану. На самом деле существует еще один паспорт, который то ли меньше ценится, то ли больше, но выделяется среди всех остальных паспорт гражданина мира. Да, такая вещь действительно существует, это не выдумка, не прикол в интернете. Есть такая организация World Service Authority. Можно зайти на сайт worldservice.org. Пожалуйста. Нет, в другую сторону, да? Да, вот. Заполнить заявку, оплатить сбор за этот паспорт, отправить по почте и придет в ответ паспорт гражданина мира. В этом паспорте не указывается национальность и вообще существует закон, всемирная декларация прав человека, по которой может человек путешествовать по всему миру, оплатая этот паспорт. К сожалению, очень сложно доказать на границе, что это действительно так. Поэтому в некоторых странах этот паспорт просто отбирают, просто отбирают и арестовывают путешественника за незаконное пересечение границы. Зафиксированы некоторые случаи пересечения границы с паспортом гражданина мира, на самом деле, за очень многих стран. Это единичные случаи, это очень сложно доказать, это очень сложно сделать. Но, тем не менее, возможно, когда-нибудь такое произойдет, что будет один паспорт на все, сколько у нас? 193 страны, и путешественники могут спокойно пересекать ее с этим паспортом. Мечты, ну, мечты, мечты. Но те, кто хочет иметь паспорт, паспорт гражданина мира на семи языках, английский, французский, немецкий, русский, арабский, китайский, эстрадон, да. Саван, 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 саван. Кто смотрел в грузии, то поймет. Ну, а пока что я со своим паспортом, который могу посещать 95 стран, находясь в Болгарии, в которую я приехала, по визе, который тут отдельно нужно оформлять. Говорю вам пока. Ну, естественно, если вам понравилось видео, прошу ставить палец вверх, подписывайтесь на мой канал. Если вам интересно слушать советы про путешествия, комментарии, рассказы, все-все-все, я очень умела. Так что самым лучшим паспортом является Финляндия. В Финляндии, финский гражданин, может путешествовать по веру, ну, с меньшими, с самыми маленькими ограничениями. И все образы мне, козлы. КОНЕЦ 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 КОНЕЦ